друзья приветствую игорь из брянской области прислал посылку сейчас я быстренько ее вскрою покажу вам в посылке три образца это mobile 1 esp 530 значит один образец свежего сравнить с эталоном и два образца с пробегом 10 и 9000 километров так вот три баночки подписаны давайте приступим так первым делом я конечно сравню свежий образец с эталоном вот я подписываю значит новый один закладываю пробу ячейку так сразу напоминаю что образец сравниваю с эталоном 21 года сейчас поймете почему это важно и у меня здесь смотрите что показывает 123 процента по противоизносным присадкам щелочное 10 и 3 и кислотная 213 эти данные намного выше чем образец 21 года поэтому я значит создал эталон старой старой версии я предположил что это старое масло год выпуска так и сейчас сравню с эталоном старой версии так вот первый образец 10 тысяч километров так смотрите здесь сто процентов противоизносных присадок но это попадает из топлива 31 кислотная и 8 и 3 щелочное то есть показатели нормальные масло рабочие три десятых процента сажи не так много в общем-то для такого пробега так и второй образец также я закладываю пару капель отработки с пробегом 9000 километров вот описание к сожалению только такое короткое описание предоставил игр ну и здесь еще больше сработалась присадка противоизносная 78 чуть выше кислотная да кстати посмотрите я вам покажу сейчас как срабатывается на спектре масло красное это свежее масло а черная линия это вот линия отработки видите поднимаются показатели накапливаются ну и вот значит 329 и 7 с половиной щелочное сейчас сравним вязкость свежего отработки это образец пробегом 10 тысяч километров 1 200 моточасов средние 50 видимо в основном это трасса конечно так есть я даже вот визуально вижу небольшое загущение масло видите да чуть-чуть но может 10 процентов есть небольшое загущение обычно загущение это превышение рабочей температуры ну по крайней мере так описывают и второй образец это девять тысяч километров 250 моточасов давайте посмотрим так в первом помним даст загущение здесь посмотрим моточасов больше километров меньше такое же загущение есть но поменьше смотрите опять превышение рабочей температуры скорее всего причем при движении по трассе она чуть более ярко выраженная то есть сильнее загущается обычное превышение рабочей температуры это недостаток топлива то есть топливо она помимо того что дает энергию она еще и охлаждает камеру сгорания здесь возможно что на высоких оборотах форсунки там или на пределе работают или не справляются уже но и вот прогноз значит первый образец десять тысяч километров 200 моточасов но так я так понимаю что это округленные данные более-менее у меня получилось что масло способно выдержать 550 моточасов в данном машине при данных условиях дизель шикарный результат но mobile 1 как бы есть mobile 1 топчик всегда показывает отличные результаты так и второй образец пробег 9000 километров 250 моточасов по километражу но в принципе можно не обращать внимание по километражу по моточасам 516 моточасов посмотрите чуть меньше но тоже 500 плюс до 500 плюс значит все таки получается ну так можно предположить что трасса полегче здесь чуть чуть сложнее ну и получается на 34 моточаса как бы ресурс чуть менее поменьше так ну вот такие да во втором образце не проговорил чуть больше сажи 0 37 процент но и понятно меньше скорость там какие-то больше чуть больше городской езды сажа то есть показатели все рабочие масло отработало и в одном и в другом образце шикарно я считаю очень крепкая на мой взгляд все равно не стоит так долго использовать потому что в масло накапливаются и продукты износа и попадает самое главное пыль а это кремний вот ему как бы по барабану она будет как мелкая наждачка эти частицы кремния повреждать пары трения вкладыши коленвал кольца клапана все поэтому как бы не стоит так доводить там до 20 там 7 30 тысяч но суть в том что масло как бы по показателям выдерживает то есть должно отлично нейтрализовывать и быть двигатель ну вот такие получились два тестика одного масла с разным пробегом из одного двигателя благодарю игоря за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока